При оказании мер социальной поддержки нужно опираться в первую очередь на критерии нуждаемости. К такому мнению пришли члены рабочего совещания в рамках рассмотрения республиканского бюджета на ближайшие три года. Главным стал вопрос о социальной защите. Население, соответствующая госпрограмма, одна из самых ресурсоемких. Кроме того, из года в год финансирование по ней растет, так как на будущий год прирост только за счет республики составит 300 миллионов рублей. Любовь Лапина продолжит. Почти 10 миллиардов рублей в прошлом году и на миллиард больше в этом. Госпрограмма социальной защиты населения – одна из самых приоритетных в КОМИ и финансово емких. На выполнение социальных обязательств направлено более 15% республиканского бюджета. И надо отдать должное, сегодня поддержка льготных категорий выполняется в полном объеме. Впрочем, некоторые проблемы остаются. Речь в первую очередь идет об обеспечении жильем детей-сирот. Сегодня на учете состоит больше 1700 человек. И несмотря на то, что финансирование на эти цели из года в год республикой повышается, средства осваиваются не полностью. Причина разная. Она разная, как в разрезе муниципалитетов, она разная, как в разрезе муниципалитет, сельский район и город. Что касается сельских районов, проблема заключается в том, что там просто нет подходящего жилья и приобрести муниципалитеты испытывают большие трудности. А что касается города, то здесь проблема в другом. Жилье есть, но оно дорогое. Так, только в этом году на эти цели было выделено свыше 430 миллионов рублей. Из них 56 миллионов – средства федерального бюджета. При этом на сегодняшний день из этой суммы освоено чуть больше половины. Впрочем, в ближайшее время ситуация должна измениться, отмечает Минтруд соцзащиты. Муниципалитеты все активнее ведут строительство жилья. Действительно, передав эти средства муниципалитетов, которые консолидировали эти средства с переселения из ветхого аварийного жилья, действительно смогли начать строить жилье. Мы прекрасно понимаем, что строительство в северных условиях – это год, а может быть даже в самых лучших условиях год и три месяца. Еще одна проблема – расширение участников рынка услуг в сфере социального обслуживания населения. В КОМИ каких-либо серьезных изменений в этой части пока не произошло. На сегодня у нас лишь четыре социально ориентированных организации. Впрочем, в отличие от всей страны, есть один существенный сдерживающий фактор. Так, в целом по России принят единый порядок расчета стоимости социальных услуг. В КОМИ же себестоимость разнится существенно. Так, заработные платы соцработников при Лузе в полтора раза ниже, чем в Иркуте. Еще один вопрос, который также требует внимания, в том числе на федеральном уровне – это переход при предоставлении мер соцподдержки на принцип нуждаемости. Сегодня об этом говорит и президент, и федеральное правительство. Ведь такой подход отвечает принципам справедливости и адресности. Пока же цифры говорят о том, что только треть нынешних получателей социальной поддержки в КОМИ действительно нуждаются в ней. При этом число малобеспеченных граждан растет. Всего за два года в республике прибавилось 7 тысяч человек. Каждый субъект подходит самостоятельно к решению этого вопроса. И не всегда он получается положительный. Поэтому, чтобы все-таки не наломать дров, надо взвесить все «за» и «против». И обязательно все равно надо определять критерии нуждаемости. Мы без этого никуда не денемся. Ведь получается, льгот им пользуются те граждане, которые не нуждаются в этой льготе. Не играет она роль для них эти 400 рублей или 350 рублей. А какому-то человеку или семье она очень и очень нужна. Впрочем, пока на уровне самой федерации точного определения, что такое критерий, нуждаемости нет. Сколько это? Один прожиточный минимум, полтора или два. Выяснить это предстоит депутатам федерального собрания от КОМИ. Их задача – поставить вопрос на уровне страны. Любовь Лапина, Павел Фетисов, телеканал Юрген.